Салют игроманам! Вот и подходит к концу этот безумный год. Настала пора подвести итоги и вспомнить все самые важные события в игровой индустрии. Крупнейшие релизы, тренды и скандалы. Готовы? Тогда начинаем! А помните, как в прошлом январе большой новостью казалось то, что Sony пропустит выставку E3? Кто бы мог предположить, что никакой E3 не будет вовсе? Да уж, на игровую индустрию пандемия повлияла не меньше, чем на все другие сферы бизнеса и жизни. Уже в марте всем студиям пришлось срочно переводить работников на удаленку. Вскоре после этого руководители многих компаний, например Naughty Dog и CD Projekt Red начали жаловаться, что карантин страшно тормозит все производственные процессы. Следствием стала настоящая волна переносов крупных проектов. Хотя, как выяснилось позже, кое-кто просто использовал вирус как удобное обоснование и без того необходимые отсрочки. Но не обошлось и без позитивных последствий, как бы дико это ни звучало. Как минимум, первые месяцы карантина обеспечили игровой индустрии приток новой аудитории. Не зная, чем себя занять на самоизоляции, люди начали массово скупать игры и консоли. Наибольшей популярностью пользовался Switch. В марте спрос на него подскочил на 150%. Nintendo даже была вынуждена приостановить продажи. Ведь запасы кончились, а заводы не могли их пополнить по причине карантина. По оценке портала Game Industry, суммарная годовая прибыль игровой сферы в 2020-м составила почти 175 миллиардов долларов. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году. Хотя, справедливости ради, большая часть этой суммы приходится на мобильные игры. А что касается Е3 и прочих крупных выставок, то их отсутствие, в общем-то, никто и не заметил. Все крупные компании провели собственные онлайн-презентации и остались в плюсе. Не нужно было ничего никуда везти, организовывать шоу, а главное соперничать с конкурентами за новостные заголовки. Выступления разделяли целые недели, а значит, внимание зрителей можно было ни с кем не делить. В общем, одни преимущества. В итоге, сейчас есть вполне реальная вероятность того, что Е3 попросту канет в лету. Может, оно и к лучшему. Самой громкой и противоречивой игрой 2020-го до недавних пор была The Last of Us Part II. Ох, сколько народу ломала за нее копья. Сколько пятых точек подожгла, скажем так, одна необычная партия в гольф. Причем священная война началась еще до релиза. Какой-то подлец в апреле слил в сеть кучу футажей с важными спойлерами. Sony быстро вычислила преступника и удалила из интернета все утекшие кадры. Однако, молву было уже не остановить. То, что узнали фанаты первой части, им сильно не понравилось. Но гораздо сильнее им не понравилось то, что игра полюбилась критикам. После снятия эмбарго оценка проекта на Metacritic достигла 96 баллов. The Last of Us Part II называли игрой-событием, всячески отмечая талант Нила Дракмана. Тогда разъяренная толпа просто сравняла пользовательский рейтинг боевика с землей. Правда, это возымело довольно неожиданный эффект. Администрация Metacritic в кои-то веки обратила внимание на проблему так называемого ревью-бомбинга и даже попыталась как-то ее решить. Отныне пользователи не могут ставить игре оценки в течение первых 48 часов после релиза. Дескать, сперва поиграйте, а потом судите. Что касается самой The Last of Us, то на нее массовое недовольство никак не повлияло. Игра победила в пяти номинациях Golden Joystick Awards, выиграла 7 статуэток The Game Awards, а еще за первые 72 часа разошлась тиражом в 4 миллиона копий, обновив рекорд по скорости продаж среди эксклюзивов PlayStation. А еще 2020 стал годом внезапных маленьких хитов. Так в августе выстрелила Fall Guys Ultimate Knockout — бескровная королевская битва с милыми фасолинами. За первые сутки она достигла отметки в полтора миллиона игроков, а к началу декабря разошлась тиражом в 11 миллионов копий. В сентябре ей на смену пришла Among Us. Примечательно, что вышла игра еще в 2018-м, но особой популярностью не пользовалась. А тут вдруг завирусилась благодаря Twitch. Особенно преуспела мобильная версия проекта. Она несколько месяцев подряд занимала верхние строчки топов App Store и Google Play. Ну а в октябре, накануне Хэллоуина, свою минуту славы получил кооперативный хоррор Фазмофобия. Его автор под ником Динайтер изначально надеялся на пару тысяч проданных копий, а в результате за шесть недель показатели превысили два миллиона. Правда, бедняге пришлось отменить все планы и полностью отдаться полировке игры. И, конечно, нельзя проигнорировать Genshin Impact. Китайская условно-бесплатная Зельда смогла заработать за первую неделю 60 миллионов долларов, а за два месяца почти 400 миллионов. Причем игроки ее в большинстве своем хвалят. Правда, отмечают, что после десятка часов вы неизбежно упретесь в Paywall, ведь это все еще free-to-play. Ну что ж, по успешным играм прошлись. Перейдем к аутсайдерам. Их в этом году немало. Можно вспомнить и неудачную мешанину из жанров под названием Disintegration. И сломанное продолжение ужастика Remastered и смехотворную Fast and Furious Crossroads. Однако громче всех провалились Мстители. Казалось бы, у Eidos Montreal и Crystal Dynamics были все условия для создания хита. Привязка к самой успешной медиафраншизе в истории, солидный бюджет в 180 миллионов долларов и три года на разработку. И хотя геймплейные трейлеры не вызывали у публики восторга, Marvel's Avengers выглядел весьма перспективным проектом. В этой игре даже установила рекорд по скачиванию в PS Store. Но потом состоялся релиз. Пиквый онлайн-боевика в Steam составил 31 тысячу человек. Это даже меньше, чем было у Shadow of the Tomb Raider, которую Square Enix посчитала неудачей. А за три недели показатели упали до жалких двух тысяч. В ноябре издательство сообщило, что из-за планированного тиража Мстителей продать удалось только 60%, из-за чего компания потеряла 62 миллиона долларов. Удивляться и сочувствовать тут нечему. Marvel's Avengers – однообразная и лениво сделанная игра-сервис, которая повторяет все ошибки, совершенные Энсом. Такие проекты должны проваливаться, чтобы корпорации не наглели окончательно. Кстати, про обнаглевшие корпорации. В 2020-м они превзошли сами себя в одной конкретной области – в бездарных ремастерах. Конечно, примеров хватало и раньше. Вспомнить хотя бы ужасную Silent Hill HD Collection. Однако к 2020 году особенно повезло. Перейдем в порядке ухудшения. Так создатели Kingdoms of Amalure Re-Reckoning и Need for Speed Hot Pursuit Remastered попросту решили не чинить то, что и так неплохо работает. Визуальных улучшений минимум, геймплейных изменений ноль. И плевать, что играм уже по 10 лет. И так сойдет. Но хотя бы не испортили. В отличие от создателей Mafia 2 Definitive Edition. Та на старте ломилась от багов не меньше, чем третья часть. Да и графические изменения не везде пошли на пользу. А Crysis Remastered оказалась настолько верна духу оригинала, что ее смогли запустить лишь обладатели самых топовых ПК. И то с фризами. Только вот картинка в этот раз не поражает воображение. Дело лишь в дурной оптимизации. Сильнее всего первоисточник изуродовал ремейк шпионского шутера 13. Узнаваемый комиксовый стиль разработчики подменили едва заметным сел-шейдингом. И, видимо, посчитали, что этого хватит. В магазины выкинули игру 2003 года, но в сыром, едва рабочем состоянии. Впрочем, первое место нашего спонтанного антитопа все равно уходит другому переизданию. Warcraft 3 Reforged. Вот уж за что фанаты еще долго не простят Blizzard. Компания откровенно и бесстыдно лгала. На BlizzCon 2019 под радостные крики зрителей, она показывала полностью новые кат-сцены с драматичными киношными ракурсами, обещала расширить сюжет и переделать интерфейс. А на релизе игроки ничего этого не обнаружили. В придачу выяснилось, что возрождение одной из главных игр в своей истории Blizzard получила каким-то китайским аутсорсером. Конечно, за этим последовали официальные извинения и обещания все исправить, но их уже никто не слушал. Но не только за ремастер Warcraft ругали Blizzard в этом году. Летом знаменитый журналист Джейсон Шрайер выпустил материал, в котором сорвал с компании покровы. Дескать, это не издательство, а филиал ада на земле и пристанище эксплуататоров. Пока простые работяги экономят на обедах, чтобы крошечной зарплаты хватило на оплату жилья, топ-менеджмент возит семьи на выходные в Диснейленд. Правда, вскоре после публикации в сети появились конкретные цифры зарплат. И оказалось, что по меркам Калифорнии, где и располагается основной офис, они вполне пристойны. Да, на кабриолет не хватит. Но и ни о каком унижении человеческого достоинства речи не идет. Ну а Шрайер в очередной раз доказал свою любовь к излишнему драматизму. Впрочем, не все скандалы 2020-го прошли без последствий. Так, после многочисленных жалоб сотрудников на некорректное поведение начальства, Юбисофт запустила масштабное внутреннее расследование, которое закончилось большой чисткой. Среди прочих покатились головы ведущего разработчика Юбисофт Торонто Максима Билана, творческого руководителя Assassin's Creed Ашрафа Исмаила, и даже Сержа Хаскоэта, правой руки самого Ива Геймо. Ну а еще на паку и тихонько отправили Мишеля Анцеля, создателя Beyond Good and Evil. По словам некоторых инсайдеров, разработка второй части затянулась именно из-за его самодурства. Дело даже близилось к закрытию проекта, но вместо этого предпочли освободить команду от Анцеля, преподнеся это как заслуженную пенсию. Увы, карьера знаменитого геймдизайнера и сценариста Криса Авелона оборвалась не так изящно. Его обвинили в многочисленных случаях сексуальных домогательств и неподобающего поведения, и он признал вину. Сразу после этого с автором порвала отношения команда боевика Dying Light 2. А издательство Paradox Interactive заявило, что в релизной версии в Empire The Masquerade Bloodlines 2 не останется ни строчки, написанной Авелоном. Это, конечно, большая потеря для индустрии, но никакие заслуги, прошлые или нынешние, не дают права кого-то обижать. А теперь перейдем к самому внезапному и самому громкому конфликту 2020-го. Epic Games против Apple и Google. Итак, 13 августа эпики пошли на дерзкий шаг. Ввели в мобильной версии Fortnite прямую оплату в обход комиссии App Store и Google Play. А в придачу еще и цены понизили как раз на сумму этих самых комиссий. Apple и Google повелись на провокацию и удалили игру из магазинов. В ответ на что сразу же получили судебные иски. Epic Games обвинила корпорации в монополизации рынка мобильных приложений. Дескать, если разработчик не хочет играть по их правилам и платить драконовские взносы, то ему и продаваться-то негде. Яблочники попытались приструнить наглецов и пригрозили, что прекратят поддержку Unreal Engine вообще на всех своих устройствах. Но такие меры запретил суд. Могли бы пострадать непричастные разработчики. Google, между тем, выбрал тактику мирных переговоров. В свою очередь, эпики собрали большую армию сторонников, куда вошли Facebook, Spotify и множество других компаний. Изначально вся эта затея выглядела отчаянной авантюрой со стороны Epic Games. Apple – могущественная мега-корпорация, которая при желании может купить хоть Дисней. Но куда до нее какой-то там игровой конторе? Раздавят и не заметят. Однако с поддержкой таких людей, как Марк Цукерберг, эпики вполне могут дать достойный бой в суде. Основное разбирательство стартует лишь в мае и, скорее всего, затянется надолго. Посмотрим через год, чем все это обернется. Кстати, про покупки и поглощения. 2020-й принес нам ни много ни мало сделку века от игровой индустрии. За 7,5 миллиардов долларов Microsoft купила холдинг Zenimax Media. А это значит, что ей досталась Bethesda со всеми дочерними студиями и их франшизами. Doom, Wolfenstein, Dishonored, The Elder Scrolls, Fallout, Starfield – все это и многое другое – теперь в полном распоряжении майков. Что же они будут делать со всем этим богатством? Ну, во-первых, развивать. Не секрет, что последние несколько лет были для Bethesda не самыми удачными в плане прибыли. По сути, из всех выпущенных проектов действительно успешными оказались лишь Fallout 4 и две части Doom. Остальные игры либо откровенно провалились, либо едва вышли в плюс. Это, согласитесь, не самая благоприятная финансовая обстановка для создания, например, The Elder Scrolls 6. Microsoft же позаботится о том, чтобы каждая анонсированная игра добралась до релиза. А анонсов в ближайшие годы, скорее всего, будет еще больше. А во-вторых, Bethesda нужна для Xbox Game Pass. Получение настолько мощного каталога тайтлов делает мечту майков об ультимативном игровом Нетфликсе на шаг ближе к реальности. А еще долгое время ходила теория о том, что таким образом Фил Спенсер захотел ударить по PlayStation, что, дескать, теперь все Sony-бои останутся без Fallout 5 и следующих свитков. Но недавно эти слухи развеяла сама Microsoft. Никаких планов на полную эксклюзивность будущих проектов у нее нет. Временное – возможно. Какие-то DLC – почему нет? Но целиком обделять пользователей других платформ никто не собирается. Эта сделка точно повлияет на всю индустрию. Но как именно, мы узнаем лишь в ближайшую пару лет. И, наконец, важнейшее игровое событие года – запуск девятого поколения консолей и новый виток консольной войны. PS5 против Xbox Series X. И в отличие от восьмого поколения, мы не можем на основе одного только старта предугадать победителя. Устройства получились и слишком похожими, и слишком разными. Несмотря на какую-то разницу в технических характеристиках, в тестах на мультиплатформенных играх обе приставки показывают почти идентичный результат. При этом у каждой есть свои уникальные фишки. У Xbox Series функция Quick Resume, которая позволяет запускать несколько программ одновременно и переключаться между ними в считанные секунды. А у PS5 – сверхтехнологичный контроллер с точечной вибрацией и адаптивными триггерами. У майков – Game Pass, где доступны десятки проектов. А у Sony – политика эксклюзивов, которая гарантирует, что некоторые игры не будут доступны больше нигде, как минимум до конца поколения. Хотя кое в чем американцы превзошли японцев. Вместо одной консоли Microsoft выпустила две. Ну или полторы, кому как угодно. Xbox Series S – это настоящее секретное оружие, в теории способное переломить ход войны. По цене Nintendo Switch нам предлагают полноценную консоль девятого поколения, которая отличается от старшей модели только объемами памяти и неспособностью все тянуть в 4К. Как машина для Game Pass или вторая приставка – отличный выбор. Ходят слухи, что Sony оценила стратегию и теперь готовит собственную бюджетную консоль, но до нее еще далеко. У Xbox и PS5 есть еще кое-что общее. Сейчас их совершенно невозможно достать. Из-за пандемии заводы просто не успели выпустить необходимое количество устройств, а стартовые партии почти целиком расхватали по предзаказам. Так что, если вы только сейчас задумались о переходе на Next Gen, придется подождать еще пару месяцев. Ну а под финал сыпанем соли на рану. Конечно же мы про Cyberpunk 2077, самую расхайпованную игру последних лет и претендента на звание игры года. А что, какой год – такая игра? Итак, восстановим хронологию событий. В начале января CD Projekt Red перенесла выход проекта с апреля на сентябрь. Цитата. «Мы хотим сделать Cyberpunk 2077 венцом этого поколения консолей, поэтому дополнительные несколько месяцев помогут нам довести игру до идеала». Отсмеялись? Едем дальше. Следующие несколько месяцев поляки только укрепляли свои позиции. Несмотря на падение акций после переноса, CD Projekt Red стала самой дорогой игровой компанией Европы, обойдя даже Ubisoft. Но в июле игру перенесли еще раз – на 19 ноября. В этот раз использовали отмазку про коронавирус. Дескать, все успеем, не волнуйтесь, просто пандемия тормозит процессы. Как выяснилось впоследствии, отчасти это было правдой, но лишь отчасти. В следующие несколько месяцев CD Projekt пиарила игру как могла. Проводила эфиры, показывала новые футажи, хвасталась Киану Ривзом – все как всегда. Наконец, в начале октября Cyberpunk 2077 ушла на золото. Это значит, что на заводы отправили мастер-диск, с которого будут печатать копии. Обычно это гарант того, что создатели считают игру готовой к релизу, и она выйдет в срок. Обычно, но не в случае с Киберпанком. Его перенесли еще раз, уже на 10 декабря. Беспрецедентный случай в новейшей истории видеоигр. Но даже такое опоздание фанаты готовы были простить. Ведь поляки обещали сделать круто, обещали, что все будет в лучшем виде. А потом наступило 10 декабря. Тот, кто заранее обзавелся Next Gen'ом, или достаточно мощным ПК и прорвался через уйму багов и вылетов, смог разглядеть игру с интригующим сюжетом, харизматичными персонажами и фирменными квестами поляков. Вряд ли шедевр, о котором трубили несколько лет, но крепкую атмосферную игру. Тот, кто запустил Киберпанк на консолях, получил лишь боль. Чудовищные просадки FPS, разрешение ниже 720p, очень долгая подгрузка объектов, мутные текстуры, регулярные вылеты. Все это делало консольную версию попросту неиграбельной. Патч первого дня ситуацию не спасал. Да и следующие несколько хотфиксов подняли общее качество с чудовищного до низкого. Через три дня после релиза CD Projekt Red извинилась перед пользователями и пообещала исправить положение дел двумя большими патчами, которые выйдут в январе и феврале. Ну а всем недовольным пообещали вернуть деньги. Как ни странно, Sony нарушила собственную политику рефандов и действительно начала возвращать средства. Но при этом удалила Cyberpunk 2077 из PS Store до того момента, пока игру не приведут в надлежащее техническое состояние. Ей еще один беспрецедентный случай. А вот Microsoft ничего удалять не стала. Ограничилась только возвратом денег. Сейчас поляки в незавидном положении. Да, Cyberpunk на одних только предзаказах разошелся тиражом 8 миллионов. Но неизвестно, сколько из них вернули. Акции CD Projekt Red летят в тар-тарары. С ними собираются судиться разочарованные инвесторы. А разработчикам приходится вкалывать в праздники, чтобы успеть выкатить обещанный патч. Одни винят сложившейся ситуации бездарный менеджмент, другие — чересчур высокие амбиции разработчиков, а третьи — технические ограничения старых консолей. Но, как бы то ни было, запуск Cyberpunk 2077 — настоящая катастрофа, которую забудут еще не скоро. Вот и все самые важные события в игровой индустрии за этот год. Не забывайте посещать канал в праздники и играйте только в лучшее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok